у нас сегодня будут необычные пряники на пасху но с таким очень контрастным цветом заготовки у меня форма яйца делаем контур белым цветом распределили у нас контрастный контур по сравнению с заливкой а теперь мы берем жидкий оранжевый он такой по консистенции похож на заливочный и рисуем на заливке морковки можем добавить немножко цвета другого чтобы морковки смотрелись более интересно не совсем прям однотонные и зеленым цветом ставим хвостики ботву чтобы фон смотрелся но не совсем пусто я беру розовый цвет и ставлю небольшие элементы чтобы заполнить пространство главное работать быстро чтобы дать возможность айсингу хорошо войти в черный цвет у меня здесь просвет я его закрою все этот пряник можно отправлять сушиться а этот пряник мы заливаем черным цветом просто без каких-либо узоров разравниваем и отправляем две наши заготовки конвекционную печь разогретую до 40 градусов на 10 минут пряник подсох я попыталась нарисовать карандашиком зайчиком видно да немножко айсинг такой сыроватый был карандаш протыкался но не страшно в нашем случае это не критично и даже не видно я беру айсинг у меня подготовлены разные цвета и начинаю рисовать я буду прорисовывать и выжидать когда у нас какая-то часть просохнет потом ее потом рисовать уже оставшиеся вы эту технику уже знаете я нередко об этом говорила довольно часто вот видно что я нарисовала заднюю ножку заднее ушко как бы то которая дальше находится и хвостик нам нужно дать возможность этим местам просохнуть пока они будут сохнуть я нарисую прорисую морковку и вот в таком виде надо дать пряничку прям буквально чуть-чуть времени посохнуть и и и Разрабняли. Если что-то хочется подправить более аккуратно, берем шпажку и подтягиваем айсинг в те места, которые нам нужны и важны. И вот теперь нашего зайца снова отправляем сушиться, либо оставляем на столе, чтобы его тело подсохло. После этого можно его уже немножечко задекорировать. Пряник подсох, я использую цветочную пыльцу, это пищевая пыльца специальная для декора. Обычно ею тонируют мастичные цветы, но мы вот в нашем случае мы здесь будем ее использовать в пряничках. Чуть-чуть добавляю каких-то элементов, тени, чтобы у нас зайц был не просто как серое пятно, а немножечко с тенями. И вы видите, я работаю не черной краской, не какой-нибудь темной-темной, а у меня вообще оранжевая с красной. Беру кисточку. Коричневый цвет, не черный. Я стараюсь черным вообще не работать. Прорисовываю складочки, где элементы находят друг на друга, если это актуально и нужно. Носик, кстати, можно поставить непосредственно айсингом. Пусть у нас будет красненький. А на шее сделать бантик. У нас бантик, ну, без бантика, да, как будто просто такой веревочка, шарфик. Все. Сделали прям минималистический какой-то декор, прорисовку, прям микро прорисовка. А нам больше и не надо. Можем единственное, вот, выделить ножку и лапку. И чтобы завершить пряник, так как у нас белый контур, и его сейчас видно, я сделаю бордюр. Он прикроет белый контур и скроет неровности и пряника, и заливки, и контура. В общем, бордюр наше спасение при любой ситуации. На морковках я контур делать не буду, и вот так выглядит наш пряничный тандем. А я с вами прощаюсь, и мы встретимся в следующем видео.